Перебряков Алексей Валерьевич – российский актер, заявивший о себе еще в детстве после роли Димы Савельева в сериале «Вечный зов». Но в отличие от многих детей актеров, успешно продолжил карьеру. Он хорошо знаком зрителям по сериалам и фильмам «Штрафбат», «Бандитский Петербург», «Побег», «Левиафан» и другим замечательным картинам, которых его фильмографии больше сотни. Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в городе Москва. Рос в интеллигентной столичной семье. Его отец был авиаконструктором, а мать работала врачом. Родители сыграли большую роль на становлении его личности. Актер считает, что у него было счастливое детство. Учился он хорошо, но был довольно хулиганистым ребенком. От своих сверстников отличался тем, что ходил в музыкальную школу. Именно этот факт сыграл решающую роль в его жизни. Когда Алексею было 13 лет, журналист «Вечерней Москвы» делал репортаж про его педагога. Статью украсила фотография учителя в окружении учеников. И эта газета однажды попалась на глаза ассистентам режиссеров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского, которые искали актеров для сериала «Вечный зов». Главными героями драмы была семья Савельевых. Режиссерам показалось, что юный Серебряков похож на актера Вадима Спиридонова, игравшего Федора Савельева. А по сюжету требовался мальчик для роли Димки, сына Федора. Так, в 1977 году Алексей впервые оказался на съемочной площадке. Удачный старт повлек следующие работы. Кузьма из мелодрамы «Поздняя ягода», Алеша из драмы «Отец и сын», Суворовец Владимир в приключенческом фильме «Алые погоны», Витя Чернов из драмы «Последний побег», Тореадор Миши из героической комедии «Смотри в оба». Окончив школу в 1981 году, юноша решил поступать в щуку. Но, как ни странно, с первого раза у него не получилось, несмотря на его внушительный опыт. Тогда Алексей уехал в Сызрань. Устроился актером в местный драм-театр за 70 рублей в месяц. Какое-то время он жил в обшарпанном общежитии, мечтая нести людям доброе и вечное. Но, как вспоминал с легкой грустью актер позднее, провинция быстро поставила его на место. Через 8 месяцев он вернулся в Москву и попытал счастье на приемной комиссии «Щепки». В этот раз ему удалось поступить, а два года спустя он перевелся на курс Олега Табакова в ГИТИСе, который окончил в 1986 году. После выпуска Алексей около пяти лет проработал в театре своего наставника. В 1988 году он сыграл главную роль в спектакле «Федро» романа Виктюка на сцене Московского драматического театра на Таганке. Для этой полугимнастической постановки, как назвали ее журналисты, он несколько месяцев работал над силой, пластикой и выносливостью, благодаря чему позже мог соглашаться на роли, требовавшие хорошей физической формы. В 1991 году Серебряков решил посвятить себя кинематографу и покинул табакерку, хоть и был безмерно признателен Табакову за все. А вот на съемочной площадке он чувствовал себя, как рыба в воде. В 1986 году он ознаменовал новый взрослый этап своей актерской карьеры ролью футболиста Суботина из социальной драмы «Обвиняется свадьба», а затем ролью Панкина из драмы «Забавы молодых». В 1989 году Алексей Серебряков снялся в боевике «Фанат» Владимира Феоктистова, где сыграл роль каратиста Егора по прозвищу «Малыш». Фильм 25-й фильмографии Серебрякова оказался очень успешен, а сам актер получил по его подсчетам около 10 годовых окладов в театре. За съемки во второй части «Фаната» актеру предлагали чемодан денег, но сценарий сиквела сильно уступал первому фильму, поэтому Серебряков вынужден был отказаться. Картина все же увидела свет, в главных ролях снялись Евгения Добровольская и Олег Фомин, но сравнение с первой частью было не избежать, причем не в пользу второй. Следующей заметной работой Серебрякова стала роль сержанта Арсенова в драме «Афганский излом», которая была посвящена дням накануне вывода советских войск из Афганистана. После этого он попробовал себя в непривычном комедийном жанре, снявшись в картине «Обнаженная в шляпе», но понял, что это не его. Одной из самых заметных работ Серебрякова в 90-х стала главная роль в социальной драме «Серб и молот» 1994 года. Сам Алексей был недоволен своей игрой в фильмы и даже хотел попросить режиссера убрать его имя из титра. Однако роль была удостоена премии фестиваля «Киношок» за лучшую мужскую роль. Заметной работой Алексея Серебрякова второй половины 90-х стала роль в фильме «Тесты для настоящих мужчин», где он сыграл сотрудника спецслужб Алексея. За эту работу на фестивале «Виват кино России» он получил приз за лучшую мужскую роль. В том же году Серебряков получил звание «Заслуженный артист России». В новом веке начался новый виток популярности актера. Режиссер Владимир Бортко утвердил Серебрякова на роль адвоката Олега Званцева в сериале «Бандитский Петербург». В этом фильме также приняли участие близкие друзья Алексея – Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. В 2005 году Серебряков появился в «Жмурках» Алексея Балабанова, а спустя два года в «Груз-200». Но позже он признавался, что вряд ли стал бы вновь сотрудничать с режиссером. Слишком большая разница была в их видении площадки. Также он снимался у Федора Бондарчука, Юрия Мороза, Андрея Кончаловского, Алексея Пимомнова, Александра Кота и многих других режиссеров. В 2010 году Серебрякову было присвоено звание «Народного артиста России». В 2012 году Алексей Серебряков с семьей переехал в канадский город Торонто. Мотивом такого решения актер назвал рост агрессии и нетерпимости в России, неблагополучная социальная обстановка и наплевательское отношение к нормам правового государства со стороны властей. Человек должен жить там, где может реализовать все лучшее, считает Алексей. Однако нападок со стороны чересчур патриотично настроенных граждан избежать не удалось. Масла в огонь подлила картина Андрея Звягинцева «Левиафан», после которой Алексея Серебрякова заклеймили предателем. В картине, номинированной на «Оскар» и выигравшей «Золотой глобус», получившей 11 номинаций на «Нику» и приз Каннского в кинофестивале за лучший сценарий, Серебряков играет главную роль – честного работящего автомеханика Николая из провинциального городка за Полярным кругом. На его землю положил глаз местный чиновник, решивший во что бы то ни стало отобрать лакомый кусочек. После премьеры «Левиафана» общество разделилось на два лагеря. Одни восторгались реализмом, с которым создатели ленты передали российскую действительность, а другие возмущались, называя его утрированной гадкой бутафорией с моральными уродами. К слову, сам Серебряков не считает переезд эмиграции, он просто хотел узнать, каково это – жить на другой территории. Он продолжил работу в России и не собирался отказываться от российского гражданства. Так, в 2015 году он примкнул к актерскому составу детективного сериала «Метод» с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой, примерив на себя роль маньяка по кличке Стрелок. В том же году в Торонто состоялась премьера фильма «Клинч» Сергея Пускепалиса с Серебряковым в главной роли. В 2016 году актеру можно было видеть в сериале «Наши счастливые завтра» с Ильей Носковым и Ольгой Павловец и молодежной драме «Квартет» с Александрой Бортич. В ноябре 2017 года состоялась долгожданная премьера сериала «Доктор Рихтер». Это отечественная адаптация популярного американского сериала «Доктор Хаус» о гениальном враче-мизантропе, который как орешки щелкает запутанные медицинские загадки и ненавидит жизнь. В оригинале Хауса играет британец Хью Лори, ну а главная роль в «Рихтере» досталась именно Серебрякову. Его подчиненных сыграли Полина Чернышева, Дмитрий Индальцев и Павел Чинарев. В начале 2021 года на Алтае стартовали съемки нового проекта с участием Алексея Валерьевича – триллера «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко. Тема фильма не нова для актера – отношения между двух поколений. По сюжету картины отец пытается избавить своего наркозависимого сына от пагубной привычки радикальным методом, забрав его в тайгу. Но время пребывания в охотничьем домике совпало с эпидемией бешенства у диких зверей. Помимо Алексея Серебрякова в фильме заняты Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Георгий Дрона. В марте 2021 года Серебряков на одном из светских мероприятий в Москве, отвечая на вопросы журналистов о текущем месте жительства, заметил, что сейчас он живет не в Канаде, а в России. Вместе с Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым Алексей помогает сиротам. Коллеги основали благотворительный фонд «Время жить». Правда, об этой стороне своей жизни актер не распространяется, предпочитая не говорить, а делать. Личная жизнь Алексея связана с единственной женщиной. Со своей будущей женой, канадкой Марией, он познакомился в середине 80-х годов в гостях общих знакомых в России. Позже она переехала в Канаду, где вышла замуж за другого. В конце 90-х они вновь встретились в Москве, и между ними пробежала искра. И вскоре Мария развелась с мужем. Родных детей у Алексея нет, однако почерец ударю и приемных Даниила и Степана он считает своими. Вообще лет с 20 у Алексея было стремление создать семью, и непременно многодетную. После свадьбы с Марией они решили взять мальчика из детского дома. Выбор пал на дань. В детдоме остался его младший брат Степа, по которому мальчик очень скучал, так что вскоре семья актера пополнилась еще одним членом. Все свое свободное время Алексей проводит со своей семьей, предпочитая выезжать с ними на природу и заниматься активным отдыхом. Субтитры создавал DimaTorzok